Добрый день всем вам дорогие друзья любители шахмат здесь на Ческомру с вами гроссмейстер Алексей Ермолинский и сегодня день первого мая который я отметил выходом в свой огородом это назвать нельзя но в общем территория там возился с береломом со всякими там сухими сучьими и прочим мусором но почувствовал все-таки недостаточно недостаточно я сделал сегодня и вот решил что запишу-ка я несколько роликов для вас турнира претендентов ну я добрался уже до шестого тура и вот начинаю с партии между Александром Грещуком и Фабианом Каруана положение обоих участников было неудовлетворительное для их реноме престижа и надежды которые которые на них возлагались 50 процентов очевидный результат не тот но тем не менее борьба продолжилась Саша играл белыми и начал он с хода е2 е4 вот Фабиана что он приготовил в этот раз мы знаем разумеется что американский гроссмейстер и главный фаворит турнира знаменит тем что он всегда готовится всегда выходит с новыми дебютами новыми вариантами очень рассчитывает на эффект неожиданности и эта партия не оказалась исключением поскольку когда Грещук решил повторить то что делал Максим Вашьева граф в первом туре против каруаны то это не совсем получилось то есть до этой позиции они дошли было сыграно опять мы все это уже обсуждали те из вас которые не посмотрели тот ролик пожалуйста найдите в архивах вернитесь туда поскольку я разумеется повторяться не хочу по поводу теоретических изысканий вот и значит слон отошел и слон на е3 но обсуждали мы уже что вот это висячее положение черного слона на а7 создает тактические трудности в любой момент белые могут вот как-то пойти вперед этой пешки д скажем слон б7 грубый зевок сразу до 5 вы взяли слона и теперь dc два слона висят белые выигрывают это понятно так вот фабиана решил от этого дела ну избавиться по крайней мере от вариантов связанных с взятием на е5 и против вашего аграва он разменялся на d4 ну хорошо наверное грещук был готов наверное что-то там рассмотрел там возможности у белых были однако что этого дела не дошло фабиана опять применяет новый ход ну то есть он не то чтобы новый это не новинка но он новый для самого фабиана ведь трудно уследить во время подготовки за всеми возможными ходами еще старые карточные шуэры говорили совсем не уследишь но здесь последовал ладья е8 нужно сидеть и думать за доской естественно саша этим делом и занялся и пошел он конь g5 ну наверное главная линия все-таки начинается со взятия поскольку ход начинает тактическую игру черные разумеется просто бить на е5 не могут они останутся без пешки конь будет отвлеченный просто комбет е5 нападая на f7 ночью черным очень плохо поэтому вы даже вынуждены разумеется взятия на е3 и вот здесь вот как вот у черным продолжать разумеется каруана с этим разобрался мы это не увидели остается только догадываться я думаю что он имел ввиду не слон а6 поскольку на этот ход хотя он кажется наиболее логичным подвести слона туда поближе к королю приготовиться к взятию на g7 но у белых вот есть такой вариант вот после хода ферзь д5 ну разумеется двойной удар и если пойти конь е5 что наверное все таки основной ход можно рассмотреть слон е6 но эти пешка на 6 теряется там не знаю там ферзь там ловится или нет этот может и не пойматься пешка на 6 поэтому смотрим на конь е5 вот такая идея здесь вот так вот пойти это вроде бы выглядит сильнее насчет в этом варианте не получается у белых выиграть пешку на 6 но у них есть тактика взяли ну королем битные всем просто ферзь д1 опять же белые останутся с лишней пешкой поэтому берем здесь вдруг но ее окажется с фунта на 6 потеряется если не просто шахом а с двойным здесь у белых просто выигран поскольку они все фигуры успевают отвести на защищенные позиции конь до 2 они пойдут закончат развитие ну и в общем автоматом выиграют партию поэтому я предположил опять же все это предположение все предположение что сыграно наверное было бы слон f4 слон на f4 не висит поэтому в том же самом варианте но все по-другому уже на на ход слон е6 и конь бьет f7 да можно вообще просто вот так сыграть ну правильно да белые выигрывают пешку они играют ферзь д1 но компенсация будет мощнейшая здесь у черных поскольку атакована пешка е4 у черных все развито и кто знает и до короля могут добраться тут что здесь у белых конечно не лучше это очевидно ход f3 я с вашего разрешения даже рассматривать не буду он выглядит просто омерзительно поэтому но хорошо предположение но вот пошел вон конь g5 владея f8 мы такое увидели уже в варианте зайцева да не один раз но почему здесь саша вернулся назад ведь в отличие от варианта зайцева может быть стоило подождать пока черные пойдут а6 вот к примеру если белые сыграют ладья е1 ну допустим а6 хорошо я ушел можно разумеется вернуться к тем же вариантом там ед цд но я не знаю но ладья е1 не выглядит ходом очень бесполезным в такой ситуации на е4 конечно брать нельзя мы все это помним из асфон д5 этого мы никогда не делаем этого мы никогда делать не будем но допустим снова ладья е8 вот включены хода а6 и ладья е1 здесь даже не то чтобы ладья е1 очень помогает может она не помогает но мы опять по тому же варианту я вам дам такой совет когда вы анализируете особенно когда вы играете вот вы считали какой-то вариант на одном ходу у вас что-то в памяти отложилось нужно те же самые идеи проверять в изменившейся ситуации то есть начинать свои расчеты нужно вот со знакомых идей вот я так и действую вот я беру беру ну хотя бы эту печку то я прихвачу но теперь-то с двумя но уж я не знаю и пешка на е4 защищена воде очевидно что это значительное улучшение по сравнению с похожим вариантом ход назад слом б7 но про слом б7 мы знаем что надо только подготовить удар д5 чтобы конь на g5 не висел мы его спокойно совершенно отдаем и идем вперед на такую позицию наверное объективно говоря черным здесь сдаваться рановато у них в принципе здесь как ни странно а что странно вообще пешка за качество компенсация очевидно имеется давление на е4 ну ну хорошо ладно на вкус и цвет но наверное все таки белые не должны возражать против такого поворота событий то есть мне кажется ладья е1 было более правильным ходом крещук однако вернулся назад ладья вернулась на что дальше время он спалил на ничью соглашаться ну как-то неудобно что потом говорить на пресс-конференции и пошел здесь ладья е1 я честно говоря не знаю пожертвовал ли он пешку или он ее просто зевнул фабиана вот так вот кстати мог ведь и ладью взять я посчитал этот вариант ну хорошо сюда это мы вы меняли теперь надо ходить до 5 но тут же на f2 вот на е3 бить не хорошо ладья бьет е3 два коня висят надо бить сразу на f2 вот в этом случае здесь странная позиция опять же у белых лишнее качество но вот здесь на удар на h3 висит не совсем понятно лучше ли здесь у белых здесь у черных разумеется живая такая довольно богатая игра ну ладно все таки все равно лишнее качество после фабиана решил так не ходить взял конем теперь поехали сюда но расчет естественно был на то что конем ходить некуда поскольку на b4 наверно плохо мне кажется типичный ход ферзи 1 пройдет атака на двух коней поэтому конь а7 единственная клетка здесь ну вот ну не так все просто разумеется фабиана не зевнул он пошел слона в 5 выяснилось что если этого коня скушать то ферзи уже не вернется из боя ну правда мне кажется белые все-таки здесь не проиграют ну поскольку ферзя выиграть мне кажется не получится почему-то мне как мне казалось что здесь не получится выиграть ферзя то есть играть водя b7 потом слон d7 ну хотя белые ну может быть могут пожертвовать в общем что бы там ни было для белых это нехорошо даже с той точки зрения что черные могут просто атаковать ферзя ладно не будем вдаваться тут очень далеко грещук так не сыграл он пошел конь d2 ну то есть что получилось значит пешку он полу пожертвовал полу зевнул но позиция то в принципе у белых неплохая пешка на d5 держит черные 2 c7 отсталая если бы не ход конь c5 который эту линию c перекрыл у белых вообще было бы отлично то есть у александр план соответственно отвести слона и подготовить ход b4 но он не состоялся b4 сыграл карвана значит конь на c5 живет ну разные наверное здесь были методы игры но объективно говоря позиция динамическая у белых достаточно компенсации но не больше если бы фабиана хотел бы ничью то наверное он пошел бы c6 поскольку в этом варианте опять можно пожертвовать этого коня и снова ферзь попадается на повторение ладья нападает с b8 a8 и c8 но видно он хотел выиграть почему ну во первых турнирное положение во вторых саша здорово подпалил время и в общем цвет нот приближался и довольно серьезный слон f1 сюда ну b3 может быть ход рискованный но с точки зрения того чтобы играть на выигрыш ну нужно было так ходить ничего другого не было но опять же c6 ну я уж повторяю с который раз ну допустим с этого вот мы начнем сюда ну что тут может быть да такая комбинация довольно простая опять же по моему заканчивается тем же самым я не знаю тут белые могут как-то ферзя на b6 там отдать ферзя две пешки c6 b6 кстати кто его знает ну ладно допустим ну все таки маловероятно всего только ладья за ферзя и фигуры не поддерживают эти пешки наверное они теряются ну в общем c6 не было сыграно пошел он b3 и ферзь f4 ну наверное саше просто было мало времени разумеется так с академической точки зрения вполне он мог сыграть ну вот примитивно пойти сюда ну наверное ферзь f6 разумеется черным хотелось бы веншпель их не волнуют эти сдвоенные пешки главное атаковать пешку опять и развернуться на ферзовом фланге белые могут так например так угрожают отыграть эту пешку много ударов на b3 ну наверное возьмут на b2 потеряли ну на c5 вообще если у белых хорошо кстати вот в этой финальной позиции я тут доигрался а что тут у черных хорошего так у белых как-то более централизованно все и слон атакует всегда пешку a6 ну ладно но я думаю что все равно в пределах равенства все это было Саша пошел сюда централизовался но связка теперь ферзь e7 здорово играет Фабиано пешку на a6 бить нельзя дорогие друзья просто нельзя последует ход ферзь e5 со страшной страшенной угрозой ферзь бьет g3 вот так вот хорошо пришлось в сон c4 в общем фигура у белых подвязана неприятно в цветноте неприятно но Александр действовал уверенно все посчитал и дошел до такой позиции но все равно удалось что-то подменять и пешку отыграть опасную пешку на b3 удалось выиграть но фигуры расположены плохо конечно конь на b3 должен защищать на a5 сам он висячий этот слон защищает коня тоже висит никакой активности упирается в пешку d5 ну надежда только держаться вот он пошел ферзь e4 избегая чего-то наверное он избегал ну может быть просто собирался пойти ферзь d3 но кстати альтернатива была посыграть ферзь c1 это не допускало то что случилось в партии поскольку после ферзь e4 каравана опять здорово сыграл c5 честно говоря его усилия в этой партии вот заслуживали большего чем полачка чувствовал что каравана был здорово настроен на победу но противник у него достаточно был опытный несмотря на нацит нот грещук во всем разобрался в первую очередь в том что бить было нельзя тут дело вот в чем берут ну кажется можно конь d2 с идеей что когда возьмут на d2 взять на e6 там наверное вечный шаг да и пешка c ну наверное там черные не выиграют но проблема то в другом ход d5 вот это реальный двойной удар а на это ферзь d6 шаг ну так вот значит это нужно было не зевнуть и это не было зевнутое пошел ферзь d3 ну дальше что ну объективно говоря фабиано понимал конечно что мало у него было времени ну в том плане что время то на часах было но по количеству ходов чтобы что-то создать еще вот три хода и грещук достигнет контроля но ничего найти было невозможно ф5 он отказался потому что белые ну просто так пойдут там же вечный шаг сразу же нельзя открывать короля поэтому пошел ферзь c7 на что последовал немедленный размен ферзей и здесь по счастью для грещука уже контроль был сделан если бы вот ему надо было быстро быстро играть он может он взял бы и в этом случае могли возникнуть проблемы с пешкой h3 черным разумеется ну по всей по всем канонам эншпиля нужно атаковать две слабости одна нарисованная на d5 и вот вторая на h3 в этом случае наверное белому пришлось играть сюда но теоретически они не проигрывают что здорово помогает это то что в ответ на этот ход по моему белые могут вернуться и на взятие пешки у них есть вот такой шаг королю вперед не пройти а назад идти это под связку в общем скорее всего от этой связки просто будет не избавиться поэтому наверное все таки белые держались так но по счастью для грузчика у него было время разобраться и он сделал намного более сильный ход он пошел конь d2 все таки напоминаю черным что это все хорошо конечно что вы атакуете но у вас есть пешка на d6 вы играете биноне может вы не знали об этом но вот доигрались вы до биноне поэтому в ответ на fg конечно том взятие и конь e4 а конь то должен защищать на a6 что очень важно следствие этого варианта белые сумели стабилизироваться было сыграно король g3 теперь король черных не проходит никуда и последнее что нужно было правильно сделать что александр и сделал это не менять слонов нужно забыть про разговоры про плохого свона я вам об этом каждый раз напоминаю и думать о том что в коневых окончаниях можно часто попасть в цук свона от этого лучше избежать поэтому саша разменов не допустил то есть он сделал все правильно грамотно зафиксировал пешку на f5 в принципе готов пойти c4 но так он и сыграл разменов не будет наверное сомби d1 не проигрывал но на всякий случай но здесь уже делать было нечего и через нескольких ходов разменявшись на е2 противники согласились на ничью но вот такой был поединок то есть в актив его гречуку занести нельзя всю партию белыми он вынужден был обороняться в дебюте разобраться он не сумел для каруаны ну что ж новиночка и довольно довольно такая агрессивная даже агрессивно неправильное слово но какая-то такая вот ну скажем на ничью у фабиана не был согласен то есть он как-то вот пытался давить все-таки как-то вот он упорно пытался создать затруднения то есть в принципе где-то нужно занести в актив но учитывая турнирную ситуацию и уже короткую дистанцию оставшуюся в турнире наверное каруана был слегка разочарован что ж вот такой у меня ролик спасибо за внимание с вами был гроссмейстер Алексей Ермолинский агрессивно Продолжение следует...